Здравствуйте, дорогие пятиклассники! Тема нашего урока – имя существительное. Имена существительные мы употребляем чаще, чем другие части речи. Почти каждое второе слово, употребляемое нами, – это имя существительное. Имя существительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто?» и «что?». Существительные имеют свои морфологические признаки. Они делятся на постоянные и непостоянные. К постоянным относятся собственные и нарицательные. Собственные пишутся с прописной буквой. Это имена и фамилии, клички, географические названия, названия газет, журналов, городов, предприятий. Например, Баку, Орхан, Айсель, Яралаш. Нарицательные – это общее название всех предметов, и пишутся они строчной буквой «город», «мальчик», «дом». Одушевлённые и неодушевлённые. Одушевлённые называют живые предметы и отвечают на вопрос «кто?». Бабушка, соловей. Неодушевлённые называют неодушевлённые предметы и отвечают на вопрос «что?». Тетрадь, книга. Также к постоянным признакам относится род. Ребята, запомните, что существительное имеет род, но по родам не изменяется. Чтобы легче было определить род существительных, мы можем использовать местоимение. К мужскому роду возьмём местоимение «мой», словарь, стол, балкон. К женскому роду возьмём местоимение «моя», земля, мама, тетрадь. К среднему роду возьмём местоимение «моё», окно, небо, сердце. Также к постоянным признакам относятся склонения. Существительное имеет три склонения. К первому склонению относятся существительные женского и мужского рода с окончанием «а», «я», книга, вишня женского рода, дедушка, староста, судья мужского рода. Ко второму склонению относятся существительные мужского рода с нулевым окончанием «шкаф», «пенал» и среднего рода с окончанием «о», «е», «полотенце», «ведро». К третьему склонению относятся только существительные женского рода с мягким знаком на конце. Чтобы правильно определить склонение существительных, надо обязательно поставить существительное в именительном падеже. Тогда вы правильно определите склонение существительного. Непостоянные признаки существительных – это число и падеж. Существительные изменяются по числам. Имеют как форму единственного, так и форму множественного числа. Те предметы, которые мы можем посчитать, они имеют обе формы числа. Например, стул, стулья, парта, парты. Но есть существительные в русском языке, которые имеют или только форму единственного числа, или только форму множественного числа. Только форму единственного числа имеют собирательные существительные, например, детвора, белье. Вещественные существительные. Смола, халва. Существительные, которые обозначают название металлов. Золото, серебро, бронза. Название жидкостей. Вода, молоко. Название ягод, клубника, ежевика, смородина. Существительные во множественном числе – это перила, каникулы, ножницы, брюки. Ребята, запомните, что существительные во множественном числе не имеют ни склонения, ни рода. Только в единственном числе мы можем определить род и склонения у существительных. Существительные изменяются по падежам, то есть они склоняются. Существительные имеют шесть падежей. Чтобы правильно просклонять существительное, мы можем употреблять опорные слова. Например, именительный падеж – кто, что. Родительный падеж – нет кого, чего. Нет чего – дома. Нет чего – страны. Дательный падеж – подошёл к чему. К дому, к стране. Вижу, что. Дом, страну. Горжусь чем. Домом, страной. Думаю о чём. О доме, о стране. Ребята, обратите внимание на эту таблицу, что здесь даны вам слова женского рода и мужского рода. И окончания у них разные. Только в предложенном падеже окончания совпадают. И хочу обратить внимание ещё. Существительные мужского рода с нулевым окончанием в именительном и винительных падежах имеют одинаковую форму. Чтобы определить правильно падеж существительного в предложении, надо посмотреть. Запомните, что существительное в именительном падеже – это предмет, который сам совершает действие. Например, дом стоит на берегу реки. А если над предметом совершают действие, то это будет винительный падеж. Например, папа купил что? Дом. Вот здесь дом будет в винительном падеже. Существительное может быть любым членом предложения. Я сейчас вам приведу несколько предложений в пример со словом Баку. Баку – красивый город. В этом предложении Баку стоит в именительном падеже, и оно будет подлежащим. Туристы приехали куда? В Баку. Здесь у нас Баку будет в винительном падеже, и это будет обстоятельством, и мы задаем вопрос «Куда? В Баку?». Мы любим что? Баку. Здесь у нас будет Баку-дополнением. Давайте, ребята, повторим изученное сегодня. Значит, что такое существительное? Существительное – это самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопросы «Кто? Что?», обозначает предмет, может быть собственным и нарицательным, одушевленным и неодушевленным, имеет род, склонение, число и падеж. И в конце урока давайте с вами закрепим. Я вам дам слова, и мы с вами закрепим пройденное. Москва – собственное, неодушевленное, женского рода, первого склонения, именительного падежа. Малыш – это слово нарицательное, одушевленное, мужского рода, второго склонения и тоже в именительном падеже. Тетради – нарицательное, неодушевленное, женского рода, третьего склонения и предложенном падеже. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание!